маска которую носит каждый знак зодиака далеко не каждый человек всегда остается самим собой и это может быть связано с различными причинами кому-то нужно спрятать под личиной внешнего благополучия трудности которые приходится переживать в определенный период кто-то считает что желая оказаться более успешным он и в самом деле притянет к себе удачу наконец некоторым личностям кажется что носить чужую маску это весело и забавно а вот то какие роли чаще всего примеряют на себя люди в немалой степени зависит от их знака зодиака овен прирожденный супермен твердо знающий о том что в жизни всегда найдется место подвигу и посвятивший свою жизнь борьбе не важно с кем или с чем с мировой системой со злом с вредными соседями или с воображаемыми врагами для представителей этого знака важен сам процесс противостояния они его результаты ну а еще конечно хочется казаться окружающим настоящим героем достойным всеобщего восхищения и обожания но не нужно думать что овны притворяются они на самом деле считают что-нибудь и то и солнце по утрам не вставало бы а земля давно уже сошла со своей орбиты однако чрезмерно увлекаясь войной против всех овны случайно могут уничтожить вместе с преградой цель ради которой боролись если же им об этом кто-то скажет то представители этого знака в миг примут вид обиженной добродетели телец эти люди чувствуют себя комфортно только в роли хозяев жизни и потому охотно носят маску супер босса хотя вовсе и мы не являются плевать что из всего хозяйства у них продавленный диван комнатные тапочки и любимый код другим-то людям знать об этом вовсе ни к чему тельцы охотно рассказывают о своих влиятельных и богатых родственниках или знакомых даже если те отсутствуют в природе при этом представители этого знака могут еще словно бы ненароком присоветовать коллегам чудесный пятизвездочный отель на лазурном побережье или же начать вдруг разглагольствовать о достоинствах элитного шампанского 1985 года но телец вовсе не собирается никого обманывать или вводить в заблуждение он искренне верит что если окружающие люди будут считать его более важным и великим то он и в самом деле станет супер боссом и тогда ему не нужно будет казаться а не быть близнецы друзьям и знакомым близнецов можно не ездить на карнавал в бразилию чтобы полюбоваться на то как люди виртуозно меняют маски достаточно просто посмотреть на представителя этого знака чтобы понять что в арсенале у него не одна обесчисленное множество личин близнецы меняют свои роли так быстро что окружающим не всегда удается понять кто же они сейчас добряки или злюки моты или скряги шуты или короли представители этого знака в зависимости от их окружения целей и даже просто под влиянием обстоятельств могут примерять самые различные маски главное для них произвести на других людей неизгладимое впечатление и везде быть своими в доску разобраться же в том кто близнецы на самом деле даже их друзья и родственники не всегда могут даже после многолетнего проживания с ними под одной крышей а близнецы так и будут играть в маскарад и искать свою истинную сущность до конца своей жизни рак всю жизнь носит маску униженного и оскорбленного а еще кажется что он готов бросить на алтарь семейных ценностей свою жизнь кроме того в раке нередко строят из себя этаких бессеребренников хотя это и далеко не так денежки у них водятся и притом немалые ведь именно они позволяют раком давать своим детям все самое лучшее кстати ради этого самого лучшего для своих отпрысков представители этого знака демонстративно могут отказывать себе даже в самых необходимых вещах и делают они это даже тогда когда в подобной жертвенности нет никакой надобности это их привычка нередко раздражает родственников и прежде всего детей которые несмотря на возраст отлично понимают что такое самопожертвование со стороны мамы или папы это всего лишь обратная сторона родительского эгоизма лев представители этого знака охотно носят маску короля солнца весь их облик является видимым воплощением таких качеств как успешность горделивость и амбициозность правда далеко не всегда видимость соответствует реальному положению дел но если окружающие попытаются указать льву на его слабости или недостатки он и не подумает прислушаться к чужим словам в лучшем случае просто проигнорирует в худшем обидится на всю жизнь ведь представители этого знака рождаются с ощущением будто они боги и цари этого мира который безраздельно принадлежит им одним захотят будут наказывать захотят помилуют если лев действительно достигает высот карьеры он может свысока снисходительно взирать на тех кому не удалось забраться на такую же высоту при этом он старается изо всех сил казаться истинным благодетелем но даже если представители этого знака искренне в своем желании помогать другим людям и щедрость далеко не всегда бывает бескорыстной предполагается что облагодетельствованный должен будет долго и во всеуслышание благодарить льва за этот поступок дева носит маску праведника которая словно приклеивается к ним еще в раннем детстве производит впечатление закону послушной личности и старается во всех случаях руководствоваться тщательно расписанными правилами и канонами но на деле все это не более чем маска если потребуется дева без долгих колебаний пройдет по головам других людей ставших у нее на пути да еще и обставит все так как если бы она была чуть ли не святой а другие те еще негодяи посмевшие ее сиротинушку обидеть кроме того подобно раком представители этого знака очень любят притворяться лишенными средств к существованию несчастными и даже больными можно для вида выразить им сочувствие только вот верить в подобные россказни крайне не рекомендуется девы на редкость расчетливы и бережливы и в то время когда вы им сочувствуете и готовы оторвать от себя последнюю сотенку чтобы поддержать их сирых и несчастных у них на банковском счету наверняка где-то припрятан миллиончик а то и другой весы производит впечатление милых друзей эмпатичны дружелюбны эмоциональны и бесконечно позитивны а таком приятеля мечтает каждый жаль только что все это лишь маска которую по жизни носят весы на деле они считаются только со своими собственными интересами и к тому же являются прирожденными манипуляторами с представителями этого знака постоянно нужно держать ухо востро иначе они начнут вить веревки из каждого кто окажется пленен их бездной обаяния и дружелюбия кроме того весы любят давить на жалость но не с целью вызвать сочувствие окружающих а для того чтобы переложить на них часть своей работы скорпион пользуется славой серого кардинала представители других знаков часто недолюбливают скорпионов и даже боятся их ведь всем известно что у них имеется разящая на повал жала что они безжалостны и мстительны а их мистицизм и неизменный успех у противоположного пола давно уже стяжал представителям этого знака славу ведьм и колдунов умеющих зачаровывать других людей но это всего лишь маска и звание главного злодея все я зодиака досталось скорпиону совершенно незаслуженно чего у представителей этого знака не отнять так это скрытности принципиальности и нежелание размениваться по мелочам вот в этом пожалуй и заключается их главное преступление на самом деле скорпионы надежные глубоко чувствующие искренне и в чем-то даже ранимые люди которые просто не любят выставлять на показ свои истинные чувства и предпочитают скрывать их под маской загадочности и пугающей мстительности стрелец это единственный из всех знаков зодиака который не носит никаких масок да и зачем стрельцу кем-то притворяться если он и так нравится почти что всем и каждому немного суматошный непосредственный готовы всегда прийти на помощь и при этом просто искрящийся позитивом он и так пользуется славой всеобщего любимчика а потому окружающие часто готовы простить стрельцу очень многое и непоследовательность и шебутной характер и неумение держать обещание а еще представителей этого знака часто жалеют из-за того что стрелец ведет себя так будто у него как у кошки имеется девять жизней в запасе однако при этом сам он не стремится исправлять совершенные ошибки и старается жить полной жизнью руководствуясь принципом после нас хоть потоп козерог производит впечатление мизантропов и это далеко не всегда бывает маской действительно окружающим порой приходится сильно постараться чтобы добиться расположения или тем более дружбы козерога но если уж человек прошел это испытание он явно будет выигрыша ради своих козерог готов если не на все то на многое а вот всем остальным не имеющим допуска в узкий круг его доверенных лиц общаться с представителем этого знака будет нелегко ведь козероги не очень-то и хотят чтобы окружающие перестали считать их мизантропами наоборот им даже выгодно такое положение дел не нужно поддерживать видимость общения с людьми которые представителям этого знака не нужны и неинтересны водолей в принципе им без разницы на мнение окружающих но так уж устроены водолеи что без человеческого общения им не обойтись а иначе где же им брать вдохновение для очередной гениальной идеи вот почему в представители этого знака часто носят маску вежливого внимания притворяясь надежными партнерами и чуткими собеседниками нередко это приводит к комическим и даже абсурдным ситуациям например если на вопрос как у него дела их собеседник отвечает что не очень хорошо водолей вполне может ляпнуть что-то наподобие ну вот и чудненько но даже облажавшись подобным образом представители этого знака не желают расставаться со своей личиной нарочитой вежливости ведь так они больше нравятся самим себе не говоря уже об окружающих рыбы представители этого знака делятся на два типа люди относящиеся к первому носят маску стойков хотя ими не являются на самом деле они производят впечатление настоящих храбрецов и сильных личностей даже в то время когда у них поджилки трясутся от страха а душа того и гляди переедет на пмж в пятке так происходит не потому что рыбы этого типа хотят казаться героями а из-за их деликатности и нежелание обременять окружающих своими проблемами рыбы второго типа являются их полной противоположностью и производят впечатление нытиков и вечных страдальцев они обожают демонстрировать окружающим свою слабость и то насколько же они несчастны но верить им не нужно так как давно уже подмечено что чем более преувеличена рыбы второго типа страдают на публику тем лучше им живется спасибо за просмотр